Детали для сельгаз-агрегатов могут служить значительно дольше. Як гэта гадабіцца ведаюць ў Магилёвскім інстытуція технології металлаў. Народжаная адразу з гоноробым званнім. 33 діцяці з'явіліся ў області на свету День Міру. І першыя замаразкі на гэтым тыдні, але без апаткаў. Нажы на сельгаз-агрегатах могут служить значна дольш. Інстытут технології металлаў Национальна академія навук, што ў Магилёві знайшоў метад, як павялічыць зноса стойкаць деталіў. Худка новінка адправіцца на випрабыванні ў одно сельгаз-продприємстваў. Эта сталь. Но вот здзіз, вот это вот видно белінькі уже полосачкі такі, ўже наплавлен другой металл, каторый імеет очынь высокую твёрдость, каторый будуть тепер, вот оно и острый, он будуть резыць долго і не будуть долго изнашывацца. Гэта узорная жа для сельгаз-агрегата, што косіць траву, яго хапае ненадолга, бо часто выходецца строю. Навукуўцы Инстатута технологій металліў узмацнілі гэту дыталь, дзякуючы дабаўленю іншага сплаву. Фокус в том, что здесь всего лишь 0,5 миллиметра этого наплавленного материала. И он должен, когда наплавляется на твердое, соединиться неразрывно. Это на уровне атомном. Атомы этого материала должны проникнуть в решетку, кристаллическая решетка есть такой, и соединиться с атомами другого материала. Тогда это называется диффузия. Тогда это не разорвать. А если просто прилепить, то оно отвалится. Вот это выглядит в цеху. На нож наносит крыху порошка иншого материала. 26 секунд нагреву и в разы повеличена сносостойкость детали. Очень много тонких моментов, несмотря на то, что она достаточно простая на вид. Здесь есть и отдельные подогревающие узлы, отдельные охлаждающие. Поле только высокой частоты распределяется нелинейно по поверхности ножа. По-другому не удается обеспечить равномерный прогрев. Эти опера новинку опробуются на одном сельхаспортприемству Беларуси. Новоколцы стверждают, что человечество, выкористовывая только 15-20% уластивостей от длитых металлов, задача больше широко раскрыть внутренние резервы сплавов. Вот узор алюминия дьюна. Однако этот мягкий металл при выконании певных умов может легко резать навод папиру. Это просто демонстрация, это не его применение как нож, есть другие вещи. Но это демонстрация того, что вот эта поверхность будет работать очень долго и не будет изнашиваться. Десятки заводов с такого сплава набывают детали у института и выкористовывают их у машинобудования. Задача, как бы творцы набывали ответную технологию и обсталевания, и сами массово выпускали такие детали. Татьяна Сергеичек, Александр Артемьев, Новины региона. Сусветный день без автомобиля у Могилеве велосипедисты отзначили заездом по центру города. У суместной акции активистов, велорухов и Держаутоинспекции приняли удел каля 60 человек. Яны проехали от музея Мяпаула Масленникова до площади Славы. Таким чином уладальники двухколовых поспробовали притягнуть увагу до того, что автомобили забруживают по ветру. А кроме этого, организаторы велозаезда имкнулись нагадать усим удельникам дорожного руху, что велосипед повинен быть обсталеванный лихторами. И тогда в темный час его сдалек бачно и водителям, и пешеходам. А это обеспеки на дорогах. Велопробег стал часткой европейского тыдня мобильности. И он завершился работой одноденной велошколы. Три человеки загинули на дорогах в области на минулым тыдне. Так, у Могилёве подкола автомобиля трапила 66-годовая мясцовая жихарка. По информации Держаутоинспекции, яна переходила дорогу у недозволенным местцы. По словах инспектора, святлоотбивальных элементов у жанчины не было. А дотрыманных травм пешеход померла на местцы. Трагично скончился и наезд на 40-годового могилючанина, який так само переходил проездную участку у недозволенным местцы. С серьезными травмами его шпитализовали. По информации Держаутоинспекции, празд двое суток пешеход померла в больнице. А в городском районе подкола автомобиля трапил велосипедист, який рухался по краю проездной частки. У вынику отриманных целесных пошкоджений у Кировца двухколового померла на местцы. Еще одна тайна Великой Чыной будет раскрыта. На это спадяются жихары везки Грудичина Быховского района, где пошуковый отрад знайшоу обломки сбитого советского бомбардировщика. Пакуль не вядома, до якого аэродрома он был прописан, имены пилотов и их лес. Мясцовые жихары, які были светками tych военных падей, рассказывают только про одного загинувшего летчика. Малявничий берег Чыгеринского водосховища. Подчас Великой Айчыной тут было болото, где и хавались от немцев вязковцы. Валентину Севакову тогда было усяго десять, узгадывая, як на бомбардировщик налетели мессеры. В шоссе Могилёв-Бабруйск, значит, мост там был. И, скорее всего, он шёл бомбить этот мост. Примерно вот они шли на такой высоте. Вдруг к нему идёт пара. Они атакуют сверху, так эти пули даже недалеко от нас. Щёлк-щёлк, потом смотрим, задымил. Задымил и так плавно пошёл. Один был парашют, вот это я хорошо помню. Загинулого лётчика тогда паховали. На жаль, месса с шоссом было страчено. Вызначить лёс экипажа взялся пошуковый отрат в Икру. На его лику некольки десятка узноденных самолётов и тысячи установленных имённых героев войны. На место падения бомбардировщика отшукали и ковалки шасси бака. Собрали все детали. Их оказалось там около двух сотен. В общем, два хороших мешка. Одна из таких деталей, кольцо вот это, от поршня. Вот у нас поршень от двигателя М-105 авиационного, СП-2. Когда мы приложили сюда это кольцо, оно идентично легло на этот цилиндр. Аказалось, над быховскими лясами тады был сбитый разведчик-бомбардировщик Як-4. На заходнем фронте таких крылатых машин налишивался не больше за полсотню. Хоча и заусёзанный один самолёт был приписанный до аэродрома под быховом. Экипажу треба было знишить мост, празбя резину, что знаходзюся на оккупированной немцами территории. Тяпер пошуковая работа протягнется за российскими архивами. Андрей Шуляк, Андрей Ястрабов, Василь Фаталиюн, Новин региона. Гоноровое звание «Дитя миру» сё лето отрымали 33 новонародженные Могилёвской области. Гэта 18 хлопчиков и 15 девочинок. Менавито стольки малых заявилися на свету в области 21 вересня у Международный день миру. С такой нагоды у родильных домах повеншавали Матуль. Тут у Могилёвской больницы номер 1 21 вересня на свет заявилися 11 малых. Для Матуль это первый гоноровый момент после народжения их детей, и он довольно хваливающий. Ну как-то мы совсем не ожидали, если честно. Очень приятный сюрприз, очень приятный сюрприз. Ну и как-то вот получилось так, что родили в 00.40. И вот как раз. И дитя мира. И дитя мира. Такой традиции у Могилёве уже девятый год. От фонду миру жанчины отрымливают грошовые подарунки и сертификат дитя миру. Так и статус будет належить и сыну Наталье Кулак, звёздке Севастьяновичи Могилёвского района. У Яена родился сын, и он четвертое дитя у семьи. Маму званием, так назвали малого, вельми чакают дома. Ну я думаю, каждый человек рожден для того, чтобы поддерживать этот мир, чтобы как-то чем-то его украшать, улучшать. Ну надеемся, что наши сделают больший вклад в это. Наталья Кулак неодинная у больницы стала шмадетной миновита у День Миру. 21 числа произошли двое третьих родов, одни четвёртые роды. И, соответственно, несколько было повторно рожающих, то есть вторые роды. Ну то, что радует нас, радует женщин. Статус Дитя Мира – это почётно, это необычно и это очень торжественно. А всем деткам, которые родились 21 сентября, искренне желаю здоровья, семьям благополучия и всего самого-самого хорошего. Олеся Рыбалка, Виталь Вопсю, Новины региона. Лепших юных динамовцев выбирали у Могилёвина. Республиканские споборниства и областный центр собрались больше за 60 спортсменов шести областных структур Динамо. Кто стал лидером по выниках трехдённых, испытывал у репортажа Олены Мелюшчанковой. ГЭТА-12 традиционный сбор юных динамовцев. Вселетый он присвеченный юбилей организации. Худка Динамо исполнится 95 год. Общество объединяет 10 наших силовых ведомств, коллективы физической культуры, 10 силовых ведомств, детско-юношеские школы, 10 у нас тоже физически-юношеских школ. Развивают более 20 видов спорта. Вселетние споборницы традиционно проходят по шести основных видах. В первый день хлопчики и девчаты 2000-го и 2003-го года народжения проверяли свою трапность у стральбе с пневматикой и умение ориентоваться на мясцовости. Чемпионами стали Могилёвская областная организационная структура областного Динамо. Второе место заняла команда Гродненского общества Динамо. В стрельбе победила команда Витебской области. Пройти эстафету по прикладным плаваниям и конкурс «Универсальный солдат» пропоновал другой день споборництва. Например, у дельники сборной Могилёвской области кажут «Справа не складанная, самое главное не хваляваться». Стали и сделали, а там уже будем разбираться. Главное выиграть. А, как звычайно, самое складанное покидают на потом вось. И тут на опошний день споборництва запланована военно-прикладная эстафета и перетягивание канату. То, что под рабой и зладжи на сей командного духу. Сборная Витебской области на командную справу давно ставку зарабила. Видать, тому другий год я не у пероможцах. Что вам помогло в прошлом году победить? Мы очень много тренировались. Помощь тренеров, поддержка команды. Потому что, если так, то кто-то проиграет и будет винить каждого. А тут дружба. Таким чином, по выниках споборництва, у командным залейку Могилючане на другом месте, на третьем сборная Минску. Головный кубок Денамьяды яшчина год застаётся на Витебшине. Алена Мельшанкова, Александр Тарасов, Новины Региона. У областным драматичным театру распочалася персональная выстава Могилёвского мостака Игора Беспалова. До 130-ти годового юбилея установы авангардист презентовал некальки десятков работ. На полотнах не только уласное разважание мостака и пошук себе, а и драмтеатр в особах. Экспозиция, якая промеркована до юбилею, это подарунок от саправдного сябра Могилёвского драматичного. Мастак Игорь Беспалов, який сам не пропускает ни водной премьеры, презентовал сярод інших творов и портреты актёров театра. Такая увага творчим особам приемная. Практично всех я познала. Ну, зрозумела, автор про це такой особливый манер, и мне подобается, что это не фотография, это намного лучше. Передать на настрой некая сутность, душа. При нам все автор спробовал это сделать в мастак. Я думаю, что Игорь Беспалов это отримался. Для Могилявчан это люди и вядомые, и не. На лику каждого из актёров шерох ролев. Новые образы каждый раз промышают глядача переживать нечто особливое. У этом и есть притягнение театра. Авангардист Игорь Беспалов особиста ведая многих майстров сцены. Некоторых малевал по фото. Праца над портретами актёров дае успомин про их творчасть. А яна завороживая, кажем, мастак, як до прикладу работа на сцене Олены Кривонос. Она так перевозкается в роль, что весь спектакль просто как бы дрожит. Полностью дрожит. Она, в общем-то, может ничего не сказать. А как-то вот смотришь просто и думаешь, идёт действие какое-то явление, какой-то пресс. Ну, в общем, это гениальная актриса. А крымя портрета, у на выставе ещё шмат работ. Усяго их каля сорока. Гэта и графика, и живопис, натюрморт и пейзажи, абстрактные полотны. И всё гэта у арт-фае Могилёвского драмтеатра. Выстава будет доужиться до 25-го Кастрышника. Катярына Булукова, Олеся Рыбалка, Виталь Вопсю, Новин Региона. У Кировским районе саправдной талакой побудовали крыничный комплекс. Ем знаходится каля вёске Пацава-Слобода. Як раз по дорозе, что в Одессе Бабруйска до Кличава, сёлетней столицы дожинок. Як стверждают мясцовые жахарыста, годзе тому у гэтым месты знаходзілася царквая. Ей знищили угады атеизма. А вот крыница заховалася. Вязковцы заусёды приходили сюды за водой и лечили яе гаючай. Цяпер место добро упорадковали силами усіх організацій. Гэта другая паліку крыница у Кировским районям. Здесь, как вы видите, находится беседка, дальше купель и источник чистой воды, то есть родник, где можно набрать воды холодной, чистой. Брали мы анализы этой воды, годный для питья, даже очень хорошие анализы. Строим, конечно, мы со всем районом её. Здесь и сельхозтехника, ПМК-255, ПМК-97, коммунхоз. Все службы задействованы для строительства вот этого сооружения. А когда начали строить? Начали строить мы ещё в прошлом году. Першие ночные заморозки до минус двух градусов чекаются на гэтым тыдні по Могилёвской области. Разом с тым синоптики прогнозуют, что у день будет сонечно без опадков, а температура поветра будут отповядать к концу вересня. Наприклад, у ночь у авторок прогнозуется до плюс 10, и у день будет плюс 15-20. У Сираду температура поветра почне снижаться, у ночи чекаем до плюс 7, у день до плюс 17. А вось в четверу, в особных районах у ночи махчимы слабые заморозки до минус 2. У день от 9 до 16, выше и за 0. В конец тыдню махчима будет пахмурным, и у Могилёвы слупок термометра не поднимется выше 9 градусов. Не надто тёпло, але истотных опадков не прогнозуется. А на этом мне с вами развитываюся. Дякую, что были с нами. До встречи в эфире.